Но президент в происходящем винит Китай и грозит ему многомиллиардными исками за халатность и начало эпидемии. В сообщнике Пекина он записал Всемирную организацию здравоохранения. ВОЗ не расследовала заслуживающие доверия сообщений из Ухани. В декабре 2019 года появилась достоверная информация о подозрениях в передаче вируса от человека к человеку. Но ВОЗ отвергла этот факт до середины января. Было упущено драгоценное время. Я поручаю своей администрации прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения до того, как будет дана оценка роли организации в плохом управлении сокрытии данных о распространении коронавируса. США – главный спонсор ВОЗ. Штаты перечисляли организации по 500 миллионов долларов в год. Трамп пообещал, что сэкономленные для страны финансы потратят с большей пользой. В помощи нуждаются многие. Больницы работают на пределе. Смерть от коронавируса в Нью-Йорке фиксируют каждые две с половиной минуты. У врачей сдают нервы. Сегодня был трудный день. По-настоящему трудный день. Это чересчур. Такое никто не может вынести. Я больше не могу заходить в палаты и видеть, что пациенты умерли. В стране на более чем 600 тысяч заболевших, менее 40 тысяч выздоровевших. Некоторых Трамп пригласил в Белый дом. Пара, заболевшая в круизе, профессиональный футболист и конгрессвумен, сидели подальше друг от друга. От их рассказов стыла кровь. Я потеряла несколько членов семьи из-за COVID-19. Моя кузина оказалась в реанимации. Ее муж не выжил. Еще умер ее тесть. Пришел анализ, который подтвердил, что коронавирус также выявлен у ее троих детей. Вашингтон готовится снять коронавирусные ограничения в нескольких регионах. Трамп больше ждать не может. 16 миллионов безработных за несколько недель. За бесплатными продуктовыми наборами очередь. Фермеры в отчаянии уничтожают все, что вырастили. Губернаторы недовольны Трампом. Против его решения скорее избавить страну от карантина выступили пять восточных штатов и тройка ведущих западных. Во главе бунта родной для Трампа Нью-Йорк. Президент сказал, что у него есть все полномочия, чтобы решить, когда надо открывать штаты. Я считаю, это не совсем корректное утверждение. Трампа обвиняют все, кому не лень. Вот, например, журналистка CBS Пола Рейд вступила с главой Белого дома в перепалку. У вас было такое время подготовиться, но вы не потратили его на подготовку больниц, на то, чтобы разобраться с тестированием. Вы так позорите себя. Это такой позор, то, что вы говорите. Послушайте, я только что рассказал вам об этом. Никто не думал, что нужно что-то делать. Что я должен был делать, когда в США не было ни одного зараженного. Послушайте, вы знаете, что вы фейк-ньюс. Вся ваша телекомпания фейк-ньюс. И люди понимают это. Но Трампу все нипочем. Он заявил, что скучает по спорту и хочет скорее вернуть его на стадионы. Президент заявил, что устал смотреть по ОТВ записи Бейсбола 14-летней давности.